В эфире программа День Города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! О событиях прошедших суток с вами поделятся наши авторы. Вот некоторые темы выпуска. Исторический путь Транссибирской магистрали проходит через Рязань. В Рязани коллекторы раскрасили подъезд и оборвали провода. И свою лепту в биатлонный спорт теперь готова внести и Рязанская область. 17 марта в Рязанской областной библиотеке имени Горького состоялась встреча губернатора Олега Ковалева с общественными организациями. Касаясь в своем выступлении различных аспектов жизни региона, губернатор также рассказал, что музей Александра Солженицына решено создать именно в доме Салтыкова-Щедрина. Подробнее обо всем Анна Герцовская. На прошедшей встрече в Рязанской областной библиотеке имени Горького одной из первых была обозначена тема укрепления межнациональных и межконфессиональных связей и вопроса повышения эффективности взаимодействия власти и гражданского общества. По мнению Олега Ковалева, санкционный режим сплотил страну, а экономическое давление для ряда отраслей открыло дополнительные возможности. К примеру, агропромышленный комплекс Рязанской области за последние два года дает 4-5% роста, что обеспечивает дешевые импортозамещения. Рост производства продукции, а также сохранение различного формата торговли оказывают стабилизирующее влияние на цены продовольственных товаров в регионе. Иногда проскакивала СМИ, критика, что год был в Рязани, куда ни кинем, где торговый центр. Ребят, вот сейчас это очень хорошо работает, потому что мы сейчас являемся 12-ми по уровню цены цифровых. За счет чего? За счет того, что у нас сами торговые сети между собой конкурируют, и они вынуждены держать цену. Если бы доминировала хоть одна сеть, значит, естественно, она бы цену чуть-чуть поднимала, и мы бы все равно шли и покупали. По словам губернатора, на данный момент важнейшим направлением работы также является исполнение майских указов президента страны. В Рязанском регионе сейчас создана полноценная сеть дошкольных учреждений. По количеству созданных мест в 2015 году регион перевыполнил план на 140%. Развитие направлений будет продолжаться с тем, чтобы обеспечить местами детей двух-трехлетнего возраста. Вместе с тем, в 2016 году стартует федеральная программа по строительству школ. С этого года войдет программа «Школа». Мы должны ввести в этом году в эксплуатацию две школы. Это на 800 мест тряшки и на 600 кадами. То есть мы их начали строить до начала программы. Значит, в качестве компенсации мы получим из федерального бюджета деньги за построенные эти школы. И тут же начнем строить школы. Значит, школу в Дашках, в частности, значит, на 1100 мест. С тем, чтобы в следующем году ее ввести в эксплуатацию и, по сути дела, уйти от двухшлетки в городе Рязани. Собравшиеся на встречу отметили, что экономические санкции дали стимул к уходу от сырьевой модели. В том числе для развития таких отраслей промышленности, как машиностроение, электроника, станкостроение. По словам Олега Ковалева, работа по созданию в регионе привлекательных условий для инвесторов и отечественных и зарубежных будет продолжена. Говоря о перспективах, губернатор подчеркнул, что для достижения всех поставленных целей необходима политическая стабильность и консолидация общества. Ежегодно в ходе весеннего паводка населенные пункты оказываются отрезанными от большой земли. В связи с этим в среду 16 марта начальник управления Рязанского МЧС побывал в Рязанском районе, где проверил готовность населенных пунктов к разливу. Подробнее Роман Дворецков. Несмотря на то, что зима в этом году была снежной, как предполагают синоптики, уровень ОКИ во время половодия будет вдвое ниже многолетних средних значений. А в МЧС тем временем готовится к любому развитию событий. Спасатели отрабатывают различные варианты оповещения населения о половодии. Следующий вид оповещения у нас, вот кто рано встает, и вот сегодня, например, в 5 часов утра по телевидению по Первому каналу и по России, один был перехват телерадиовещания. Для того, чтобы проверить систему оповещения. Идет фильм, фильм продолжается, значит, звук прекращается, и наш старший оперативный дежурный дает в прямом эфире информацию. Жители села Заокска уже привыкли к половодию. Каждый год проводится общее собрание села, на котором сотрудники МЧС предупреждают жителей о последствиях половодия и как нужно действовать в случае подхода воды. На усиленный режим работы уже перешли спасатели, участковые и медики, которые постараются обеспечить всем необходимым жителям села в случае чрезвычайной ситуации. То и дело, по всей стране всплывают истории, одна, другая страшнее. Коллекторы поджигают дома, угрожают жизни должников и их родственников, калечат детей и доводят до самоубийства взрослых. Кто такие коллекторы, так ли они страшны, как их молюют и почему они активизируются весной, расскажет Оксана Тебенихина. Такие надписи сегодня утром огорошили сразу нескольких рязанских должников, а вместе с ними и других жителей, изрисованных маркером подъездов. Обнаружив в одной из групп социальных сетей эти фотографии, на которых можно увидеть откровенные угрозы должникам по кредитам, наша съемочная группа выдвинулась по одному из указанных адресов. Улица Керамзавод, дом 27. Это вот порезали провода. Да, вот, да. И тут вот, вон там, надписи, по-моему, на третьем этаже. На третьем, высшей этажом, ага. Как мы можем видеть, послание коллекторов одному из должников, жильцов этого подъезда, с утра уже было оперативно удалено, остались только разводы. Только вот воспоминания у этого самого должника вряд ли в скором времени выветрятся из памяти. Надписи в подъезде затерли довольно оперативно. Оставленные маркером сообщения содержали в себе откровенные оскорбления и пожелания молиться. Стоит ли говорить о том, что такие меры в качестве выбивания долго наравне с угрозами физической расправы являются неправомерными? К нам часто приходят люди, которые жалуются в том числе на то, что их ребенка хотят заразить СПИДом. Да, это было реально обращение человека, которое послужило в дальнейшем написание заявлений в прокуратуру о возбуждении уголовного дела. Если речь идет о в том числе оскорблении публичном, что является вот этими надписями, то я понимаю, что это состав не только административного судопроизводства, но и уголовного деяния, то можно предъявлять требования и о компенсации морального вреда в результате распространения сведения, порочащих честь и деловую репутацию гражданина. Само собой говорить о том, что такого рода меры опасны, вряд ли можно. Но морально такие пожелания должника точно выбьют из колеи надолго. Мы не защищаем неплательщиков. Берешь, будь добр, отдавать. Но нельзя же доводить людей до нервного срыва и унижать их достоинства в том вопросе, который решается цивилизованно через суд. Не получат ли такие конторы иск первыми от оскорбленных граждан. В этом году в Рязани планируют отремонтировать путепровод на улице Есенина. Работы начнут в апреле и завершат в октябре. Мост находится в предаварийном состоянии. На проезжей части необходима единая монолитная плита. В рамках капитального ремонта рабочие также усилят опоры и другие конструкции моста. А мы сегодня расскажем об историческом значении популярного городского места. Мост-встреча, так его можно назвать, да, мост, кавычки открываются, встреча, кавычки закрываются. Почему? Потому что происходит встреча старого города с городом новым, городом юго-запада, с рюминой рощей, да, с Корбящинским мемориалом, с речкой Лыбить в конце концов. Построенный в начале 60-х и 20-го века, мост является относительно молодым, но возраст не причина не быть уникальным. Именно под ним проходит построенный еще в 19-м веке путь в Сибирь и на Дальний Восток, знаменитая Транссибирская магистраль, самая длинная железная дорога в мире. Уже после были открыты и другие направления Транссиба – Северная, Новая и Южная, но первая историческая проходит именно через Рязань. Итак, мы с вами находимся на съезде с того самого моста-путепровода в Старый город. Начало его – это угол двух старых улиц 18-го века, Полевая и Есенина. Это две улицы из четырех, которые ограничивали территорию Старого города. По сути, мы с вами и находимся на въезде в начале Старого города или в конце, кому как удобно. Примечательно, что отсюда следует прямая дорога к другому мосту – мосту через Аку. Получается, этот мост-путепровод дает отсюда старт дороги на Мещерский край, туда на Солодчу, Клепике, Владимир, Нижний Новгород. Вот эта линия, начиная с этого моста, прямая, дорога, можно сказать, Мещерский тракт такой настоящий. Отсюда видно и одно из наиболее интересных по своей архитектуре зданий. Таких в городе много не насчитаешь, и поэтому в народе принято давать им имена. Это, например, называют «чертов палец». Неудачное выступление сборной России по биатлону на чемпионате мира в Норвегии до сих пор одна из главных тем среди болельщиков. Российская команда не завоевала ни одной медали, и это беспрецедентный случай в истории российского биатлона. Налицо необходимость пересмотреть вопрос подготовки спортсменов. Свою лепту в биатлонный спорт теперь готова внести и Рязанская область. Подробнее в сюжете Марина Комиссаровой. Двери спортшколы «Вымпел» открылись на этом месте в январе 1982 года. И с тех пор уже больше 30 лет здесь занимаются дети всех возрастов. Одним из самых тяжелых и самых любимых в нашей стране видов спорта – лыжными гонками. Тогда, в 80-е, спортшкола действовала при Рязанском заводе автоагрегатов производственного объединения «ЗИЛ». Бессменным директором с тех пор остается Петр Андрианов. Ну, если мы возьмем историю, школа 1982 года на заводе «ЗИЛ», при правкоме завода «ЗИЛ». Когда наши заводы стали плохо работать, уже в 1994 году мы перешли в муниципальный город. В 1994 году она муниципальная школа. И за время работы, наша единственная школа, которая подготовила столько мастеров спорта. У нас 9 мастеров спорта подготовлены. Один мастер спорта международного класса, Чеванов Дмитрий, который был составлен в сборной России, готовился на Олимпиаду в Анкуле в 2010 году. Поэтому наша школа считается лучшей, может быть, даже лучшей. Я еще раз повторяю, ни одна спортивная школа в Рязанской области по лыжам не готова столько мастеров спорта. И такие имеют результаты. К настоящему времени в Олимпиаде занимается более 400 человек. Занятия лыжников проходят на лыжной трассе в Мемориальном парке, на трассе в поселке Соколовка, в спортивном зале, где побывала и наша съемочная группа. Хотели бы сегодня предложить вашему вниманию, чтобы журналисты посмотрели, как тренируются наши спортсмены, не имея такой хорошей зимы, нет морозов, нет снега, соответственно. Тренировки проходят круглогодично. Сегодня мы хотели показать круговую тренировку, как ребята воспитывают себя в такие качества, как выносливость. Если желание у журналистов попробовать себя в биатлоне, то смотрите, что можно стрелять и в спортивном зале, тренируясь по этому виду спорта. Школа биатлона действует с сентября 2015 года. Теперь воспитанники спортшколы изучают тазы стрельбы из винтовки, а к тренировочным базам добавился биатлонный комплекс «Алмаз». Даже в такой короткий срок спортсмены успели не только потренироваться, но и выступить на соревнованиях. Нам как раз уже биатлоном можно похвалиться, потому что наши спортсмены Мысев и Чиванова заняли первое место не только в области, но и в Центральном федеральном округе. Сейчас у нас кто на сборах, кто здесь. И будущая честь уже на чемпионате России. Татьяна Чиванова занимается лыжным спортом больше 10 лет. Сейчас она входит в сборную области по лыжам, в сборную страны по лыжи-роллерам и серьезно настроена на занятия биатлоном. Занимаюсь, наверное, со второго класса, но более профессионально лет с 14-13. То есть уже постоянные сборы и тренировки 6-7 раз в неделю практически. Насколько я понимаю, вы только что прям со сборов с каких-то приехали, да? Да, я была на первенстве России по биатлону в Саранске. То есть мы просто в этом году решили попробовать себя в биатлоне. Поэтому это первый раз, вообще первый старт на первенстве России. Там я заняла 36-е место. Как бы это был только первый опыт. Как бы стрельба еще немножко хромает. Поэтому пытаемся навестать все за счет лыжного хода. Среди воспитанников выпила один мастер спорта международного класса и 9 мастеров спорта России. Это хорошая цифра. Только тот, кто занимается лыжным спортом, понимает, насколько сложно достичь такого уровня именно в лыжах. Для того, чтобы добиться результатов, нужно очень много работать. Вопреки расхожему мнению и зимой, и летом. Летом в основном это лыжи, роллеры, бег, кросс-походы, велосипед. Татьяна скоро отправляется на очередные сборы. А других воспитанников ожидает летний сезон, когда им предстоит совершенствовать физическую подготовку и готовиться к следующей зиме. Рязанские маршрутки планируют оснастить системы ГЛОНАСС. Компании, которая работает на рынке общественных перевозок в области, обяжут применять автобусы и маршрутные такси системную навигацию. Тем не менее, вопрос безопасности данных транспортных средств остается открытым. В городе сегодня прошел очередной рейд. Для того, чтобы добраться из одного конца в город а другой побыстрее, большинство жителей города используют маршрутные такси, которых в городе огромное количество. Они намного дешевле обычных такси и маневреннее на дорогах, чем автобусы или троллейбусы. Однако многие из таких маршруток могут быть небезопасны, как минимум по одной причине. Из-за каждодневных нагрузок на автомобиль он выходит из строя быстрее остальных машин. И многие частные компании до последнего откладывают дорогостоящий ремонт. Чтобы выявить такие нарушения, сотрудники ГИБДД проводят регулярные профилактические рейды. Сегодня в Рязанской области и в городе Рязани проводятся профилактические мероприятия, направленные на пресечение нарушений водителями маршрутных транспортных средств и автобусов. Данное мероприятие проводится на регулярной основе. Сегодня был сделан упор на выявление нарушений, связанных с неисправностью рулевого колеса. Водители останавливают, государственный инспектор останавливает водителя автобуса, измеряет люфт рулевого колеса. Если такое нарушение присутствует, водитель отстраняется от управления транспортным средством, привлекается к административной ответственности в размере штрафа в 500 рублей, автобус помещается на специализированную стоянку. Люфт руля – это ободный ход рулевого колеса. В ПДД прописан предельно допустимый угол этого свободного хода, когда руль поворачивается, а колеса не реагируют. Чем он меньше, тем лучше. Данное мероприятие будет проходить на протяжении дня в разных частях города. С результатами инспекции можно будет ознакомиться на сайте ГИБДД России по Рязанской области. На этом у меня все. Далее смотрите программу подробностей и прогноз погоды. Мы прощаемся с вами до завтра. Хорошего продолжения вечера. Живой комплекс ВИБА. Как в городе, только лучше. Субтитры создавал DimaTorzok